Слово предоставляется лидеру хрымских земельных акций, члену управления общественных организаций СИБАТ, Сейдамета Генеджи. Здравствуйте, уважаемые журналисты, гости данной пресс-конференции. Я хочу немножко поглубже войти в проблему, поглубже раскрыть ситуацию. Но начать я хочу с нескольких мудрых изречений, которые сегодня мы знаем. Это что народ, не знающий, не изучающий свои истории, он обречен на умирание. Это первый момент. Второй момент, что дурак учится на своих ошибках, мудрый, умный учится на чужих ошибках. И хочу один момент сказать, потому что здесь сидят люди, которые не исповедуют религию исламу, но не имеют ни отношения, так хочу более конкретно сказать, что мусульмане сегодня разделены, к сожалению. И это тоже было приложено к этому делу в руках очень давно. Это было сделано тысячу с лишним лет назад. То есть мусульманская ума была разделена на два очень серьезных враждующих лагеря. Это сунитский лагерь, это суниты и шииты. Я не буду вдаваться в теологические противоречия, но между, если так конкретнее сказать, что между двумя этими лагерями очень серьезная борьба идет. И борьба сегодня идет, может, даже на уничтожение физическое, территориальное, захват территорий и так далее. Я даже могу вам сказать сегодня, то есть за сунитский ислам сегодня отвечает, то есть лидер сунитов, сегодня это Саудовская Аравия, лидер шиитов это Иран. И сегодня говорят, что Иран готовит ядерную бомбу, чтобы там Израилю напугать, против Израиля, все это ложь. И это вся мощь, которая раскручивается сегодня в границах Ирана и в границах его союзника, она раскручивается, чтобы взять под контроль сунитский территорий. И то, что сегодня в Сирии творится, там тоже есть элементы вот этого. Один бог там может разобрать, что там происходит сегодня. И все мусульманские ученые сунитского толка говорят, не лезьте туда, потому что там идет геополитический раздел, разборки сильных мира всего, мировых элит. Это вот именно я вот по этому моменту хочу сказать. Почему я сказал, что народ должен изучать свою историю? Историю. Потому что впереди бывают очень похожие вызовы у этого народа, которые появляются в его среде, за его пределами и так далее, и так далее. Наш народ, конститутский народ, подвергся очень серьезному, серьезному, как вам сказать, геноциду, у которого очень серьезные последствия были. То есть это, во-первых, мы потеряли родину, то есть свои земли, свое имущество. Мы потеряли государственность. Мы потеряли имя. Мы потеряли больше половины своей численности во время переселения, в выставке и на местах депортации. Теперь, несмотря на тяжелейшие условия депортации на местах, наш народ смог сформироваться, систематизироваться в борьбе за восстановление своих прав. Смотрите, и оно называлось «Национальное движение Крымских татар». Оно сформировалось в наказе народа. Любому движению, которое сегодня от имени Крымских татар начинает говорить, а основной документ его идет, наказ народа. Я не хочу говорить сейчас, опять же, спускаться на теологические расхождения вот именно этого движения, из-бут-тагрева, в религиозном моменте. Здесь сейчас идет именно другая сфера, мирская, как говорится. И вот, и любое движение, которое сегодня начинает говорить от имени Крымских татар, оно должно отталкиваться от наказа народа. Почему сегодня у национального движения Крымских татар очень серьезные противоречия с руководством Межлиса? Не с Межлисом и Крымтая, как институтами Крымских татар, социальными, а именно с руководством. Потому что это руководство в течение 20 лет уходило планомерно, системно от этого наказа, которым четко и гласится восстановление прав, возвращение и восстановление всех прав в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. То есть и национальное движение, те патриоты, которые боролись с коммунистическим режимом в советское время, они выполнили свою задачу. Они создали условия, чтобы народ начал возвращаться. Но народ не учел такого момента, не учел национальное движение, не учел глубины того заговора, который был сделан против Крымских татар. Задолго до выселения Крымских татар. Задолго до выселения. Буквально недавно прошла пресс-конференция лидеров национального движения, участников национального движения, где они заявили, очень-очень интересные и, как вам сказать, это как гром среди ясного неба фактов. Оказывается, никакого предательства не было. Крымских татар массового. И сегодня, как бы, это такой вопрос, как бы, он не должен браться за идею, потому что предательство было везде, во всех моментах жизни всего советского народа. Было желание геополитических групп Запада ослабить советскую Россию и забрать юг ее, в том числе и Крым. Был заговор. И в этом заговоре, один из главных условий этих западных групп, этих западных элит, было уничтожение катарского народа, как этноса, чтобы не было народа, который бы претендовал на эту землю. И Сталин, будучи, когда был поджат танками вермахта в Москве, деваться ему некуда было, он пошел на этот сговор. В пунктах этого сговора было открытие второго фронта, финансовая помощь Америке, финансовая помощь Америке, и освобождение Крыма от Крымских татар. В дальнейшем там организации, там, каких-то там, этот... И Сталин пошел на это, Сталин пошел на это, но когда эти группы дальше начали требовать от Сталина более жестких условий, то есть освобождение Севастополя от российской базы, военной базы, Сталин, как говорится, этот, пошел на попитую. То есть смотрите, о чем речь? Что есть группы, которые сегодня, это не то, что до нашей депортации имели виды на Крым, силы, то есть это Америка, мы сегодня это то, что тут знаем, и мы знаем, что есть заявление ветерана национального движения Обами, по этому поводу. Мы знаем, что сегодня эти интересы никак не изменены, потому что Сталин деньги взял, их не вернул. Залогом был Крым. Мы знаем, да, мы, конечно, мы в этих закулисных кабинетах не сидим и не слышим все эти разговоры, но мы сегодня знаем, мы сегодня знаем, что на Крым имеют претензии. И штаб, чтобы собрать Крым, что нужно для этого? Надо уничтожить Крымситата. Физически на депортации нас не уничтожили. Мы начали возвращаться благодаря Всевышнему Аллаху, который поднял лидеров, поднял патриотов, которые смогли создать условия для возвращения. Теперь мы вернулись. Претензии на Крым не ушли. Как сделать так, чтобы татары потеряли свою идентичность, свое лицо? Разделить его, раздробить его, поссорить друг с другом, чтобы татары не занимались восстановлением своих прав, восстановлением своих институтов, а в этих внутренних разборках привели себя к политической и физической смерти. На политическом поле, я говорю, всех народов, которые вокруг нас и среди нас. То есть смотрите, и почему мы выступаем против Гизбутагрир? Потому что Гизбутагрир с момента своего появления полностью игнорирует национальное движение. Во всех его плоскостях, во всех контактах с ними вначале. У нас свой путь, у нас свое миропонимание, у нас свое движение, у нас своя цель. Это вы там возвращаетесь, вы там что-то делаете, вы там мечети строите, там больницы строите, там вот это, это нас не касательно. У нас цель вот такая. Мы знаем, какая там цель. Она не схожа, она не схожа с целью национального движения. Цель национального движения возвращения и восстановления своих социальных институтов, которые были бы гарантом сохранения нашей идентичности. Это движение полностью отстранено от этих всех процессов. Полностью. Я не буду это, потому что, к сожалению, у нас время не позволяет, это время, данное нам, данным пресс-центром, как бы более глубоко. Но мы будем это стимулировать, чтобы был круглый стол и дальнейшие, чтобы это были информационные выходы, потому что показать, показать внутри ту серьезную ситуацию, которая не только Хизбут-Тахрир сегодня разделяет и вводит крымских татар в сторону. Очень много движений запущено. Но сегодня мы видим, мы видим заявление обманутых лидеров из числа крымских татар, которые, извините меня, были детьми, когда мы возвращались, когда мы боролись, когда мы получали дубинки коммунистических бультерьеров на площадях Ташкента, Черчака и Душамбе за право на возвращение. Их еще не было на свете, некоторых из них, которые сегодня это заявляют, а некоторые другие еще. А некоторые были очень маленькими детьми и в общем не прочувствовали то, что происходило в первые годы возвращения и в дальнейшем. И увидев красивую идею города Солнца, слепо последовали за ней, не разобравшись, а что это такое, что оно за собой несет. Потому что можно, как говорится, говорить об устройстве дома, сюда стул поставил, сюда поставил, там, извините, диван, ковер вот так постелил, вот так повесил. Когда у тебя есть этот дом? То есть я говорю, то есть каждый свое направление берет, будем так говорить. Но когда этого дома нет, когда мы его строим, подходить и говорить, да вы неправильно строите, да вы неправильно делаете, вообще вы не тем занимаетесь, надо строить там халифат или еще что-то там, как другие говорят. Мы считаем, мы, участники национального движения, мы не согласны с этим. И в этом моменте, в этом моменте, потому что мы видим, что сегодня за Крым идет очень серьезная борьба геополитических элит мира. И запущено сюда все, для того, чтобы ослабить самый главный момент, самый главный. То есть народ, который был рожден на этой территории, был сформирован как государственная политическая единица. У нас была своя государство когда-то, у нас была своя автономия, у нас это есть в крови. И мы к этому идем в рамках того государства, в котором мы сегодня находимся. Теперь мы видим, что появляются некие силы, которые удерживают активную часть молодежи от этого всего. Первое, первое, в религиозном моменте сильнейшие тут разногласия до, извините меня, до кровопролития. То есть мы уже предупреждали народ грандский татар, что все это не приведет ни к чему хорошему, и мы сегодня стоим на полном серьезе, на грани гражданской войны. Кровь уже была. Просто как были стороны, которые не дали этому год. Второй момент, вот именно расхождение с национальными этими, то есть молодое поколение от того поколения, которое взяло на себя ответственность возвращения. Очень серьезные разногласия внутри. Это мы тоже видим. Эти ругачки, эти споры, эти там, а вы старики, что вы знаете, вот мы молодые, мы сильные, умные, мы тут мир перевернем. Это первый, второй момент. Третий момент, третий момент, это отстранение той части молодых от имена формировочных путей восстановления крыльянских татар в Крыму. Это участие в выборах.